Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Всем огромнейший-огромнейший привет, спасибо, что вы заглянули на мой канал. И сегодня очень многими, и мной особенно, конечно же, любимая рубрика «Открываю новую косметику». Да-да, опять закончила очень многое, и, конечно, из этого всего есть то, что я просто повторяю, есть просто то, что я впервые открываю. И вы сейчас видите два аромата, и один от бренда «Фаберлик», другой от бренда «Марикей». От бренда «Марикей» это в концентрации духи. Я повторяю «Иллюминео», она у меня закончилась. Я очень была под впечатлением от этого аромата. Мне он нравился, и я его использовала до последней пропитки. И я решила не откладывать и открыть для себя этот аромат снова. Давайте посмотрим, как он выглядит по-внутри. Красавчик, красавчик. Вот такой вот аромат. Мне кажется, он даже постоял, немножечко настоялся, и стал такой цвет более, знаете, какой-то коньячный, да, я бы так сказала. Очень красивый, интересный, благородный, с красивым шлейфом и звучанием аромат. В общем, он мне очень нравится. Я довольна, что открываю его и снова буду им пользоваться. Следующий аромат – это аромат «Валькирия». Я вам говорила, что вообще у меня до этого нет ни одного любимого, любимчика или полюбившегося аромата от Фаберлик. И вот я, прочитав описание этого аромата, решила, что он должен быть интересный. И, кстати, хочу сказать, что я не ошибаюсь. Это уже аромат свежий, такой неприторный. Здесь у нас деревянная книжечка, крышечка, и он тоже интересный. По поводу этого аромата проходят очень большие споры, дебаты. Кому-то он очень нравится, и все считают его современным. Кому-то нет, в общем, нужно все тестировать и на себе. Знаете, напоминаю, что это такое свежее дуновение, морского бриза, чего-то вот такого. Вот, в принципе, вот этого аромата. Следующее, что из декоративной косметики, ну, как сказать, салфетки мне понадобились, потому что у меня они везде в сумочках, матирующие салфетки для лица. Лето, это всегда в ходу, это просто необходимо. От компании Mary Kay. Очень подошли мне, они мне нравятся. Здесь у меня тени в оттенке Бисконти. Такой-то светлый оттенок, который, это рефил, вставляется он в магнитную палеточку. Они подписаны, очень удобно. И, конечно же, этот цвет, он постоянно в ходу, и поэтому, конечно же, он все равно так в ходу и быстро заканчивается. Вот, я его повторяю, это у нас матовые тени. Следующее, по уходу за лицом, пусть будут продукты. Хочу открыть вот такой вот крем фирмы Skifi. Крем увлажняющий для кожи вокруг глаз. Крымская мастерская натуральной косметики. Покупала в Крыму. Мне интересно. Масло Кабасу, рисовых отрубей, кунжутное, альгинат, натрия, полисахариды, оливковый эмульгатор, глицерин, мочевина, гиалуроновая кислота, фестеролы, аминокислоты, экстракты, хвоща, витамин С и Е. Ну и, в общем-то, дальше. Без парабенов, силиконов, возрастная серия. Мне интересно попробовать укреплять защитную тонкую кожу веку, восстанавливает кожный барьер, оказывает быстрый, устойчивый, длительный эффект. Как тут открывается, не знаю. Наверное, открою вот здесь. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз. Ну, такая нестандартная упаковка напоминает что-то более съедобное. Какой-то мед или еще что-либо такое. Кто вообще пробовал фирму Скифию? В Крыму я была несколько раз, сколько? Три раза. Постоянно привозила какую-либо продукцию именно. И много что уже успела попробовать. Такое еще не пробовала. Ох, как плотно закрыто. Вот такой вот кремушек. Вида сметанки. В общем, буду пользоваться. Еще не все успела перепробовать. Даже с прошлого раза, привезенного вот с прошлого года. Но мне интересно. Вот такая вот фирма Скифия. Есть у них, кстати, разные продукты. Интересно, что пробовали? Поделитесь. Дальше по уходу за лицом. Я хочу открыть гидролат Василька Синего. Это у нас как тоник. Спрей, увлажнялка и для себя, для детей. Здесь вот Василька, концентрата сарбаткали. Так, здесь у нас для разведения масок. Как косметический лед. Как лосьон после бритья. Для волос. Распределять по всей длине. В общем-то, и для волос, видите, можно использовать после бритья на тело. И, в общем-то, такой многофункциональный для сухочувствительной кожи. Пока вот уставшать. Так, в общем-то, отеки убирает. Или, в общем-то, раздражение. Можно ежедневные компрессы делать на веки. Уменьшает появление морщин, улучшает тонус. Это от бренда Дары Природы. Очень интересный бренд. Мне нравятся его продукты. И вот многое, что уже оттуда пробую. Это у нас производство Краснодара. Если я не ошибаюсь. Где-то у нас было. Так, 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 так. Горячий ключ. Вот, горячий ключ. В общем-то, будем пробовать. Так, дальше от следующего бренда. От другого. От Organic Zone. Гиалуроновую сурородку для лица, для кожи вокруг глаз. Интересно. Как для лица. Можно ее, конечно же, использовать. Я вот тоже хочу попробовать. И она у нас тоже, заметьте, с Васильком. С Васильком. Много интересных отзывов по ней. Поэтому хочу попробовать. И поиспользовать. Далее. За лицом по уходу. Я открываю тоник. От компании Mary Kay. Беспиртовой увлажняющий с гиалуронатом. Ну, тоники. Быстро такой расходник. Я переливаю из распылителя. Мне очень нравится. В общем-то, тоник прямо такой вот расходник. А следующее, что еще, это новая маска. Вышла в компании Mary Kay. Розовая маска для лица. Наверное, все уже попробовали, кроме меня. Вот, хочу ее открыть. Это такая угольная маска. Она высыхает. Она розового цвета. Но она как... Ой, угольная. Она как глиняная маска. Вот как правильно скажу вам. И она такая светлая. В общем-то, буду ей пользоваться. Маски люблю использовать. Поэтому что-то хочется такое. Так, что интересного по уходу за полостью рта? Тиандем. Доктор Тайга. Это у нас фитоспрей для полости рта. Для освежения дыхания. Такой продукт. Это спаситель при первых признаках простуды. При першении в горле. При стоматитах. При... Вот у меня воспалялся зуб со штифтом. Как-то уменьшает вот эти вот воспалительные процессы. Но, в общем-то, очень хорош. Он в спрей. Я его оценила. Раньше пользовался только сын. Теперь оценила сама. Очень мне помог. Я подробно об этом продукте рассказывала в последних, наверное, пустых баночках. Как он меня спас. И вообще в обзорах Тиандэ я рассказываю поподробнее про этот продукт. В общем-то, вот пусть будет открытый. И, что нужно, сразу же раз и прибегнуть. Ну, в общем-то, это такое средство, так скажем, в аптечку. Вот такое средство в аптечку. В общем-то, вот оно нужно. Следующее, что у меня закончилось, это зубная паста жидкий кальций от компании Тиандэ. Повторяю регулярно. Значит, защита от кариеса препятствует образованию зубного камня, освежает дыхание. Хочу от себя лично сказать, для чувствительных зубов очень хорош. Хорошо подходит, не вызывает чувствительность. Видите, все тут закрыто. Так, запломбировано. Но нам это не нужно. Вот так выглядит сама зубная паста. Жидкий кальций. Океанический жемчуг мне еще нравится. Ну и там другие. Ну, в общем, это все расходик. Так, следующее, что я зубную пасту, вот такую открываем от компании Фаберлик. Не знаю, она вообще с ярким мятным вкусом для полости рота, образования на лед зубного камня. Я думаю, что она, наверное, представлена и под другим кодом, но это просто вот под таким брендом. Ну, не знаю, что сказать. Будем пробовать. Следующее, что по уходу за телом. Открываем кремовый дезодорант. Все кремовые дезодоранты закончила. И вот хочу голубенький открыть. 48-часовое действие. Комфорт. Мне нравятся кремовые дезодоранты. Я училась ими пользоваться, так скажем. Самое главное, много не наносить. И тогда все замечательно. Хорошо ладошкой распределять. И, в общем, будет все нормально. Следующее, что еще от компании. Мэри Кэй у меня закончился. Сатин Боди. Лосьон для тела. Открываю повторно. Вот такая вот банка. Большая, 192 миллилитра. Приятнейший аромат белый чай и цитрус. Это из системы по уходу за телом. И, в общем, закончил. Повторяю. Такой, знаете, нежной текстуры. Легкой. Хорошо увлажняет. И кожа такая бархатистая. В общем, не хочется мне без него быть. Поэтому я его открываю для себя. Еще средство. Это крем для рук. От бренда Риши. Крем для рук. Смотрите, как выглядит. Тоже много, что закончилось. Здесь такая вот какая-то металлическая упаковка. Увлажняющий крем для рук для всех типов кожи. Интенсивно увлажняющая формула. Придает коже рук мягкость, бархатисткость. В общем, крема для рук. Сами знаете, что это такой расходник, который каждый день применяешь, используешь. И крема очень быстро расходуется. Мне кажется, в Риши еще есть другого вида крема для рук. Но, в общем-то, это мне необходимо. Еще открываю. Вот такое вот жидкое мыло. Ну, это вот из этой вот серии. И жидкое мыло расходник, как без мыла. Просто некуда. С тонким цветочным ароматом, деликатно, эффективно очищаешь кожу рук. Жидкое мыло и на кухне нужно, и ванну нужно. Поэтому это вот открываем. По здоровью. Вот две такие биологически активные добавки. Вот это фузин уже пьет муж. Это 30 капсул на месяц хватает. В общем-то, уже коробочки здесь нет. Но показываю вам, что вот он ее, в общем-то, начал. Себе открою фузин. Также на 30 дней. 30 капсул. Биологически активная добавка. Составы у них, вот смотрите, вообще отличаются. Ссылочку на компанию Тианда я оставлю. Кому интересно. Видите, коэнзим Q10. Здесь кверцетин. Да, витамин С везде. Витамин Е есть. Неоцин. Состав немного разный. Так, так, так. В общем-то, кому интересно. Выглядит. Вот так. Там капсулки. Я снова открываю. Уже открыла здесь пленку, чтобы вам показать. Это у нас в такой вот жидкий коллаген. Вишнево-гранатовое желе. В коллагене. Такое удобно в течение дня. Значит, просто съедается. И здесь у нас 21 находится стик. Продукт очень востребуемый. Его очень много, часто заказывают. И он такой неуловимый иногда бывает, чтобы его заказать. Но это вот у меня, наверное, третья или четвертая уже упаковка. И я вот периодически, в общем-то, пью. Не знаю, вот как периодически. Стараюсь каждый день, но не всегда получается каждый день. Иногда бывает, что что-то забываем. И вот как раз-таки, знаете, еще вот такой хочу коллаген попробовать. Но этот коллаген, он пьется натощак и с утра. Это от Фаберлик. Здесь 30 порций натощак и с утра. Нужно вот как бы время подождать за 40 минут до еды. Здесь разводится 2 чайные ложки без горки. Смешивается с водой, молоком, кефиром, йогуртом или соком. И, в общем-то, пьется. Гидролизат, коллагена, говяжьего, инулин, порошок, свеклы. И здесь у нас со вкусом будет где-то был вишня. Ароматизатор вишни. Видите? И здесь тоже вишня. И здесь вишня. Интересно. В общем, буду пробовать. Интересно. Но продукт, кто пил, тоже. И вообще отзывы по всем продуктам, что вы видели здесь интересного. Напишите. Это очень интересно. Вот такие вот продукты на этот раз я для себя открываю. Очень рада этому. Поэтому спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Обязательно пишите комментарии. Я вас обнимаю очень крепко. Целую. Всем пока-пока. Что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко. Целую. Говорю пока-пока. До новых встреч на моем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова